доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости моего канала с вами канал энергия таро а это значит что сегодня нас с вами ждет очередной расклад перед тем как мы начнем я прошу поддержать это видео лайком это очень помогает мне в развитии канала также если вы еще не подписались то предлагаю это сделать прямо сейчас нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео ссылки на все мои социальные сети а также на мои личные контакты есть в описании под любым видео на канале спешу напомнить вам о том что у меня есть личные расклады я провожу личные консультации онлайн консультации также мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками и я делаю обряды на финансовое благополучие на любовные взаимоотношения обряды на здоровье делаю чистки и ставлю защиту по всем личным вопросам обращайтесь пожалуйста ко мне в личку либо напишите комментарий под видео я обязательно его увижу и отвечу вам также у нас есть второй канал закрытый канал на бусте слева сейчас появится qr-код по которому вы можете перейти и всего за 299 рублей в месяц смотреть шок контент те расклады которых здесь нет и не будет потому что youtube к сожалению их блокирует именно для этого мы сделали 2 закрытый канал ежемесячно вы можете смотреть новые видео там по 3 видео я выпускаю каждый месяц там уже больше 20 видео шок контента которого нет здесь на ю тубе хочу поблагодарить наших подписчиков которые уже с нами на закрытом канале вы помогаете нам тем что контент становится лучше обширнее туда добавляются новые видео вы наши замечательные дорогие любимые подписчики наши спонсоры которые помогают нам развивать канал имена и ники этих людей сейчас появятся на экранах сегодня с нами карты таро элизиум снов и тени там колода который обладает очень сильной энергетикой она отвечает на все социальные вопросы на острые вопросы и здесь два ряда старших арканов то есть если вы увидите двух шитов или две карты справедливости не удивляйтесь здесь а старших арканов по две штуки по две карты сегодня мы с вами поговорим про ирину круг вообще более 20 лет назад уже убили михаила круга это был великий шансонье которого уважали все от простых до блатных местные авторитеты и даже сам владимир вольфович жирновский был с ним хороших отношениях и провожал его в последний путь говорим мы сегодня не столько о михаиле сколько о ирине круг мы будем говорить да его вторую последний в этой жизни супруги девушка простая из обычной семьи ей можно сказать повезло она была официантка когда встретила круга и круг предложил ей работу себя затем она стала его супруга они очень понравились друг другу и михаил круга сделал ей предложение но недолго длилось счастье она переехала в большой уютный дом родила сына однако 1 июля 2002 года михаила убили его расстреляли в этом теплом когда-то уютном доме и вот встает вопрос да очень очень многих поклонников не сама ли ирина заказала круга не действительно ли я не она ли действительно наняла киллера да что случилось на самом деле с михаилом кругом кто такая вообще ирина круг что она за человек такой любила она михаила круга на самом деле или все-таки был было лишь уважение либо какие-то свои меркантильные цели давайте узнаем сегодня сначала конечно же мы узнаем характеристику личности человека дали того чтобы потом от этого плясать как обычно мы делаем это с любой личностью на нашем канале итак карты покажите нам пожалуйста характеристику личности ирины круг сейчас нас она артист когда выступает поэт песню поэт кстати неплохо ничего плохого они не могу сказать у меня лично нет никаких претензий каких-то неприятных ассоциаций но сегодня мы все узнаем на картах характеристика личности ирины круг скажите нам пожалуйста характеристику личности ирины круг вдовы михаила круга скажите нам пожалуйста что это за человек такой тройка кубков а вообще тройка кубков карта человека который любит делать все не один а в компании да то есть нужна обязательно компания нужна поддержка человек не может быть один не может быть одинок в этой жизни тройка кубков это то что сделать сделаю совместно с кем-то но ни в коем случае не в одиночку взять нужна компания взять нужен коллектив какой-то да и здесь человек на самом деле очень трудоспособный трудолюбивый тройка кубков именно в данной колоде это когда мы все вместе сможем что-то преодолеть она хорошая как поддержка как опора но это человека которого ведут человек ведомый да не ведущий все таки и то что она сейчас на сцене то что все говорят что она такая сильная да все-таки кто то есть какая-то поддержка или была какая-то поддержка или были деньги изначально да очень многие говорили что михаил круп не оставил никаких денег я почему-то в этом не верю сегодня мы об этом узнаем почему не было никакого наследство никаких денег это странно для меня так вот тройка кубков это человек которого ведут к совершению и достижению каких-то своих целей. Человек трудоспособный, человек многого может достичь, очень любит компании, шумные компании, веселье, любит веселиться, юморной человек такой, душа компании, можно сказать, но вот именно конкретно, именно в профессиональной сфере его нужно тянуть, его нужно вести за собой, вот как здесь косички тянутся наверх, да, вот точно так же за косички, хочется сказать, нужно тянуть человека, но человек очень многого может добиться, потому что внутренняя сила, внутреннее желания и цели, на которые он смотрит, у него тоже, конечно же, есть. Достаточно трудоспособный и любвеобильный человек, потому что все-таки вышла тройка кубков. Человек любит нравиться, любит, чтобы на него посмотрели, либо очень нравятся ему люди. Я не говорю о том, что она любвеобильна в том плане, что мужиков меняет, да, вы сейчас подумайте, нет. Здесь в том плане, что она и себя любит показать, и на людей посмотреть, на красивых, да, ей нравится и женщина, и мужчина, именно в визуальном плане, не в том плане, в каком вы можете подумать. Визуальный план, ей очень нравится эстетика, красота, вот человек эстет, любит красиво одеваться, любит красиво выглядеть, чтобы всегда все было красиво, аккуратненько, любит убираться дома, чтобы всегда все было прибрано, да. Вот такая тройка кубков. Ну, как я еще раз говорю уже, да, сказала уже, простите, заговариваюсь немножко, то, что человек все-таки ведомый, его должны вести. Тут еще вышла тройка кубков, а это младший аркан, все-таки не старший аркан. Если бы вышел старший аркан, я бы могла сказать о королеве, о императрице, о справедливец, самостоятельный, да, человек. Ну, нет, здесь все-таки человека нужно вести, потому что вот я сама такой ведомый, да, человек, если я что-то замыслила, если у меня есть какие-то цели в голове, мне нужно вот взять и вот так вот повести, да. У меня с этим хорошо справляется супруг, но если я буду делать это одна, то я, скорее всего, брошу на полпути, есть такие люди, да, и вот я такой человек в плане бизнеса, да, вот какого-то такого огромного, большого дела. В плане карт, в плане обрядов, понятно, но в плане того, что вот если что-то вот затеяло, то нужно вести. Точно так же вот здесь и этого человека. Ничего не могу плохого сказать, неплохо, нехорошо, просто вот характеристика личности. Такой человек. Все остальное мы сейчас посмотрим по другим картам. Любила ли Ирина Круг, Михаила Круга? Любила ли Ирина Круг? Или это просто было уважение какое-то, да, благодарность, я не знаю. Любила ли Ирина Круг, Михаила Круга, той любовью, какой любит женщина мужчину? Смотрела ли она на него, как на своего мужчину, на своего императора, да, как на добытчика, как на мужчину, которого хочется, с которым любится, ну и так далее, с которым хочется быть дальше, да. Любила ли Ирина Круг, Михаила Круга, как мужчину? Любила ли Ирина Круг, Михаила Круга, как мужчину? Учитель. Ты для меня учитель, ты для меня проводник, ты мудрый, ты наставник, ты много всего знаешь, ты меня научишь всему, да. Вот я же говорю, человек, который, которого ведут, ведомый человек, да, и для этого человека нужен кто? Нужен учитель. Я не знаю, смотрели вы или нет, это такой замечательный фильм, я сейчас немножко отступлю, называется он «Песень для изгоя». Если не смотрели, обязательно посмотрите. «Песень для изгоя». Там учитель приезжает к мальчикам в монастырь, в храм, где они обучаются, да, мальчики из неблагополучной семьи, и там он их обучает мудростям, премудростям жизни, да, как нужно относиться к этой жизни, а приезжает он обычным учителем литературы. Так вот здесь точно так же Ирина смотрела на Михаила, как на своего учителя, как на своего наставника, да, у которого она может много чего подчерпнуть в этой жизни. Вот здесь вот об этом речь. Любила ли Ирина Круг, Михаила Круг? Давайте дальше посмотрим. Может быть, любовь и была, да, да. Ты для меня император, ты для меня учитель, который много чего знает, многому научит. Причем ты такой император, который не деспот, да, который не является тираном. Тот император, который по-умному поступает со мной. Вот так со мной и надо, потому что со мной грубо не получится, потому что я сама могу ответить. Да, любила. Любила, друзья мои, я ничего не могу сказать. Любила. Десятка кубков – это карты людей, которые вообще друг на друга не похожи, ни внешне, ни внутренне. Но вот есть у них что-то такое общее, какая-то червоточинка внутри, да. В какой они счастливы? Вот они счастливы в своем быту, вот они счастливы в какой-то такой семейной своей идиллии. Пусть они не похожи друг на друга, но они счастливы в том, что у них скоро родится ребенок. Вот оно яичко, которое уже треснуло, и там оттуда вылупится, да, кто-то, да, ребенок или еще кто-то. Здесь вот об этом речь, да. Здесь просто на карте не совсем люди, здесь люди-птицы, скажем так, и поэтому так говорю. И вот здесь Десятка кубков говорит о любви, о взаимной любви, несмотря на то, что были они совершенно разные. Вот совершенно разные. Что по характеру? По характеру они такие оба были, вот я чувствую, такие оба вспыльчивые. Вот что она темпераментная, что он темпераментный, но любила. Вот все, кто говорят, что да не любила, да она за ним просто потому, что деньги нужны были, ну я вижу, что любовь-то была, понимаете. Я не знаю, заказывала она его или нет, хотя я в этом очень сомневаюсь, я сейчас, конечно, это все посмотрю. Но Десятка кубков говорит о взаимной любви. Император ты мой, ты мой учитель. Ну посмотрите, какие карты. Посмотрите, какие карты. Сейчас я еще три вытяну, конечно, да, может быть, там что-то было. Человек, который умеет любить. Вот Король Пентакли сейчас, одни мужские карты, одни мужские карты, восьмерка жезлов, время уходит, время уходит, и я тебя потеряю. Она чувствовала, что что-то, она как предчувствовала какую-то его кончину скорую. Почему-то она думала, что вот время уходит, слишком мало времени мне с тобой отведено. Она как чувствовала это, либо знала, давайте узнаем, может быть, она не заказала, может быть, она знала, да, что его должны убить. Всякое возможно. Восьмерка жезлов – это время от меня уходит. И мне так от этого печально. Я потеряла все, я теряю тебя. Человек тонет, фигура, вернее, мужчина тонет, а человек на этой фигуре плачет, да, от тоски, от того, что он теряет по пятерке мечей самого близкого, родного по духу человека. Ты вот как король Пентакли, а король Пентакли – это такой простой с виду мужчина, такой нормальный, работящий мужик, который умеет любить, страстный, и в интимном плане он ее устраивал, да, по королю Пентакли, я здесь вижу, и учитель ты мой, и император ты мой, и король Пентакли ты мой, и люблю я тебя. Мне даже мурашки пошли по телу от этого расклада. Если честно, я предвидела немножко другое. Я предвидела действительно, что она такая меркантильная женщина, хотя я к ней ничего плохого не имею, да, мне нравится, как она поет, но почему-то я вот предвидела, исходя из того, что про нее в интернете говорят. Но я здесь вижу, что она настолько его уважала, била и ценила, что она прямо каждой минутой дорожила времени. Я каждой минутой времени с тобой дорожу, но она как будто предчувствовала, и как будто бы она даже не удивилась особо, что он ушел. Вот давайте посмотрим, почему, да. Сначала зададим вопрос, был такой еще вопрос, изменяла ли Ирина Михаилу. Все может быть, да. Давайте посмотрим. Любила, любила, изменяла ли. Изменяла ли Ирина Круг Михаилу Кругу. У нас обычно, знаете, на канале мы, когда на кого-нибудь делаем расклад, бывают обычно всякие тут разоблачения, да, и так далее. Ну вот здесь какой-то такой теплый расклад, я чувствую. Изменяла ли Ирина Круг Михаилу Кругу. Изменяла ли Ирина Круг Михаилу Кругу. А вот здесь вот было дело, друзья. По глупости. По глупости своей было дело. Да, это была тайна, которую она никому не откроет. Знала только она, жрица. Знала, ведала об этом только она. Но вот, друзья мои, такая противоречивая натура, такое противоречивое гадание сейчас у нас с вами, что я даже не знаю, вот любить любила. Вот бывает такое, что любишь мужчину, а вот понравился другой, вот чисто, вы знаете, страсть какая-то, да, страсть закипела внутри. Я ее не оправдываю сейчас нисколько, вы не думаете. Нет, нисколько. Королева мечей – это женщина, которая что-то неправильное сделала, да, что-то плохое сделала, что-то утаивает. Утаивает, держит в себе. И поступила она так, ну, потому что дура, да, вот шут, карта легкого человека. Человека, ай, то ли по пьяни, то ли, вот знаете, то ли вечер какой-то был, веселье. Лечу, куда хочу, на бабочках, на крыльях ветра, да, и вот по шуту она как будто вот неправильно поступила, и оп, по колеснице, а колесницы я вам говорила две, да, не только колесницы старших арканов, по две карты в этой колоде. И здесь колесница неправильная. Я пришвартовалась куда-то не туда. Такое ощущение, что вот я пришвартовалась куда-то никуда, с закрытыми глазами, ничего не вижу, но чувствую, что я что-то совершила не то. Тут как вот в подвыпистие в каком-то, понимаете, вот нетрезвый человек как будто был. Понравились друг другу, принцесса мечей. Иди сюда, мой хороший, ты мне нравишься, но я тебя не люблю. Я тебя не люблю, ты просто вот мне внешне понравился. Восьмерка Пентакли говорит о том, что ой, сколько труда было вложено, да, в мою жизнь, в мою жизнь с Михаилом, а я так неправильно, некрасиво поступила. И она это утаила, она удержала это в себе. Королева мечей, та женщина, которая сделала что-то, но не говорит по дурости, либо по пьяни, извините, по-простому говорю, да, пришвартовалась не туда, не туда шла, и не туда дошла, да, скажем так. Сколько труда было вложено по Восьмерке Пентакли, сколько сделано, сколько у нас уже обустроено, обустроен быт. А по принцессе мечети мне просто вот внешне просто понравился, и кто-то приглянулся, какой-то мужчина. И вот она эту тайну, скажем так, заберёт с собой в могилу, да, пожрится. Жрится это женщина-интуит, женщина, которая всё ведает, всё знает, но в её мысли никто проникнуть не может. Она луна для людей, да, она для людей загадка. Да, было дело один раз, вот как будто бы один раз изменило, да и то как-то, знаете, по глупости, вот правда. Опять-таки говорю, не оправдываю, но так случилось. Даже не знаю, прям, немножко расстроилась даже, на самом деле, потому что всё было так хорошо. Правда ли, что незадолго до смерти Михаила Круга, Ирина и Михаил часто ссорились? Правда ли, что незадолго до смерти Михаила Круга, Ирина Круг и Михаил Круг часто ссорились? Правда ли, что незадолго до смерти Михаила Круга, Ирина и Михаил часто ссорились? Посмотрим потом, что не устраивало её в отношениях, что его не устраивало, если они ссорились, конечно, да? Правда ли, что они ссорились часто, незадолго до его смерти? Он чувствовал, что она что-то скрывает. Тихо, говорит ангел, тихо. Приложил пальчик к губам. Тихо, говорит ангел, ты что-то скрываешь от меня. Он чувствовал, он очень хорошо чувствовал. То ли ему вселенная помогала, да, здесь карта ангела вышла, как-то вот сам Господь Бог ему помогал, скажем, тогда он был очень добрый, открытый человек, и у него была хорошая, классная интуиция, прям он чувствовал кожей, что что-то скрывает, опять это королева мечети, которая скрывает какую-то плохую, какую-то плохую новость, скажем так, да, ты что-то скрываешь, и они из-за этого ссорились. Действительно, башня, все. Ощущение такое, что вот ты сама все испортила. Башня это человек, который сам все испортил, и шага назад уже нет, спичка уже загорелась. Сейчас может все сгореть дотла просто. И ощущение было такое, что вот уже это было после рождения ребенка, он понял, что что-то не так. Все, сейчас все сгорит дотла, сейчас будет башня. То ли будет конец отношений, то ли что. Да, он чувствовал, что она что-то скрывает, ему как вот подсказывали, либо во сне ему какие-то подсказки шли, вот он хороший был интуит. Действительно ссорились, это правда. Такое ощущение, что прям как до башни, как вплоть до развода как будто бы, да, хотя этого никто не показывал. Ну, не показывали они это на людях, скажем так, они были в этом плане скрытны по поводу своей личной жизни, да. Давайте узнаем, что ее в отношениях с Михаилом не устраивало, и что Михаила в отношениях с Ириной не устраивало. Что конкретно, что конкретно Ирину Круг не устраивало в отношениях с Михаилом? Что конкретно Ирину Круг не устраивало в отношениях с Михаилом? И что Михаил не устраивало? Что не устраивало Ирину? И что не устраивало Михаила? Ой, скрывало что-то, она от него скрывала что-то, что в утробе. Да, тут звезда темная, а тут восьмерка кубков. Что ее не устраивало, что его не устраивало, его-то в целом устраивало все в садни кубков. Но в садни кубков еще говорит не только о чистоте и о доброте. То есть карта настолько чистая, настолько добрая, настолько светлая, но иногда бывает, что по этой карте человек натягивает улыбку специально, душей. Вот знаете, бывает такое, не нравится нам человек, но мы для того, чтобы скрыть свое неприязнь, натягиваем улыбку. И такие, ну, хорошо, как у тебя дела, нас спрашивают, неприятный нам человек спрашивает нас. А мы такие, ну, ничего, так, знаете, вот прям с натянутой такой улыбкой. Лыба натянутая называется. Так вот, здесь вот как будто он чувствовал, что она вот как-то, она-то его любила, все хорошо, но он чувствовал, что она что-то скрывает, потому что она вот как-то ерзала, как-то вот в последнее время. Какая-то неправильность была в ее поведении, ну, нечестность какая-то. Вот он чувствовал эту нечестность. И ему не нравилось, что она с ним нечестна, она с ним действительно была нечестна. А ей что не нравилось, на этом отношении? Ей не нравилось, что нечестна с ним она. И что она ему как раз-таки изменила. Вот этот один раз. Понимаете? Вот тут такое ощущение, что что-то вот с ребенком не то. То ли ребенок не его, мы сейчас узнаем, конечно, то ли ребенок не вовремя, то ли ребенок родился, родился в таких обстоятельствах, когда они ругаются постоянно. И здесь еще карта звезда говорит о том, что не пускает он что-то от меня как-то, вот не пускает как-то, вот такое ощущение, что он запрещает мне много всего. А я звезда. Я так сказала, конечно, с пафосом. Она так не думает, конечно, я, мол, звезда, но она хотела большего. Она хотела большего, чем просто дома сидеть. Она как-то хотела вот вырваться из этого плена, понимаете? А он прям вот ее сковал. И тут еще что-то по поводу ребенка. Что ее не устраивало? То, что вот она от него что-то скрыла, она ему изменила. То, что что-то с ребенком не то. То ли он появился не вовремя, то ли вообще не от него, мы сейчас узнаем, да? И еще скрывало то, что вот он ее прям в тисках, вот в этих держит, а его скрывало, ему не нравилась его нечестность. Ее нечестность, простите. Все прям. Эмоциональный просто расклад. А сын Александр, вот как раз, да, которого Ирина родила незадолго до смерти Михаила Круга. Это его сын. Сын Александр Круг, которого Ирина Круг. Ох, карты выпали. Ну, карты выпали, я думаю, что, потому что они просто мне пока неудобны, неудобно мешать их, поэтому так выпали. Сын Александр, которого Ирина Круг родила незадолго до смерти Михаила Круга. Это его сын. Сын Александр, которого Ирина родила незадолго до смерти Круга. Это его сын? Сын Александр Круг. Сын Александр Круг. Ох, нет. Нет. Сейчас расскажу. Это не... Это вот как раз вот тут по нему... Да, это не... Посмотрите, что творится. Да, я так хотела, чтобы этот расклад был таким хорошим. Правда. Я так хотела, вот честно. Видит Бог, я правда хотела, чтобы вот расклад был прям идеальным. Хочется иногда такого раскладывать, чтобы вот прям добрый, хороший, вот как про Сергея Бодрова у меня был на канале. Хочется, чтобы без всяких вот этих темных штучек, но тут какой-то король мечей влез, да. Либо воздушного знака человек, либо человек, который совершил очень много плохих поступков в своей жизни. Заметили, что вышла королева мечей вот на Ирину, да, когда она что-то скрывала. И король мечей, он тоже человек, который сокрыл что-то, сокрыл и влез в семью. Восьмерка Пентакли – это все устойчиво, все уже сделано. Это вот, знаете, быт налажен, бизнес есть, деньги есть, все хорошо. И он вот влез в это во все, понимаете, вот этот мужик. Вот это как раз тот мужчина, который внешне понравился Ирине, принцесса мече. И внешне ты мне просто один раз понравился. Один раз, вот хочется сказать, да, я не буду договариваться эту фразу. Но вот один раз он мне понравился, этот мужчина как будто в своей жизни очень много плохого сделал. Очень много. Либо воздушный знак зодиака, либо просто такой король мечей, который то ли убивал, то ли что-то вот тут, как убийства какие-то, как будто меч, война, убийства, драки какие-то, да. И он влез вот в эту семью, правильно, правильно получается, да. И справедливость. Справедливость это то, что справедливость, по справедливости до вас дастся всем, но здесь справедливость еще такая, все скрыто от справедливости, скажем так, да. И не все, не всегда происходит по справедливости. Вот здесь вот об этом говорится, старая справедливость. колесница, опять неправильная колесница, я неправильно пришвартовалась, вот опять тут про Ирину, да, то есть она с ним переспала, сделала это неправильно, и что же теперь будет. И императрица, здесь две императрицы в колоде, и колода говорит о том, что первая императрица, она приближена к Уэйту, такая, знаете, жизнерадостная, мамочка, а вторая императрица, императрица, которая что-то скрывает, вот посмотрите, в её голове роятся какие-то мысли, птицы это мысли, и она что-то скрыла, Чтобы, не дай бог, никто не узнал Рот прикрывает веера Чтобы, не дай бог, никто не узнал Что мне понравился вот этот мужчина Что я там пришвартовалась То есть изменила ему И я никому ничего не скажу Да пусть будет, да воздастся всем по справедливости Но справедливость была не на стороне круга Круга убили, к сожалению Из-за этого всего Возможно, даже я сейчас посмотрю Из-за чего его убили Восьмерка Пентакли влез в нашу жизнь В наш уже налаженный быт Сын Александр Нет, какого-то другого мужчины Который сделал очень много плохих дел В этой жизни Вот Александр Агеев Есть еще такой, да Говорят то, что якобы Ирина, возможно, родила от Александра Агеева Который, кстати говоря, сидит на пожизненном сроке Давайте узнаем От Александра Агеева, сын Александр Сын Александр Сын Александр Круг Которого Ирина родила Сын Александра Агеева Александр Круг Это сын Александра Агеева Да, от дьявола Ну, от дьявола Это в том плане, что Соблазнила меня женщина А соблазнила ты меня женщина Вот, кстати говоря, здесь Каким бы Александр под лицом не был А соблазнила ты меня женщина Соблазнила и сердце мое забрала Вот она ему очень понравилась Очень понравилась Каким образом, я не знаю Каким образом они как-то состыковались Я не знаю Да, вот здесь вот про него говорится Здесь положительные карты вышли И вот такая неправильная любовь Нехорошая Дьявол, да И тут еще муж остался с рогами Скажем так, да Она меня как вот пришвартовала Вот так везде Взяла меня, да И страсть какая-то Вот просто такая мимолетная Быстрая страсть Шестерка жезлов Так получилось, что вот родился ребенок Да Вот как-то сидели, пили Вот как будто бы действительно, да Шестерка кубков Шестерка жезлов говорит, что Мужчина тут такой ведомый Ирина сама ведомая по жизни Но Агеев, он тоже какой-то такой ведомый Исполнитель, скажем так Любит исполнять И вот он на Ирину прям вот заискивающе смотрел Так, знаете, чуть ли не в рот ей глядел Она ему понравилась очень сильно Как будто сидели, пили А она меня пришвартовала Вот она как сама Как сама не своя была, да И потом, естественно, Ирина очнулась уже Когда я не обвиняю тут ни в коем случае Никого вообще Вы поймите правильно Я просто раскладываю карты И вижу, что вижу Что вижу, то и говорю, да И здесь вот по дьяволу Она его как-то к себе притянула И посмотрите, дьявол Тут сердечко Не вот в этом месте, да Где должно быть сердце А вот в этом месте Вот эта чакра Сватхистана Сексуальная чакра Вот она его приманила не сердцем Не чакрой, а нахата Сердечной чакрой А чакрой Сватхистана То есть она ему не сердцем приглянулась А одним местом И он ей тоже самое, понимаете И как бы вот так и вышло все Как это обычно бывает На гулянке на какой-нибудь, да Правда ли, что Ирина Круг хотела петь А Михаил ее не отпускал Не позволял ей петь, да Она хотела петь до того Как с ним встретилась Или уже когда Они с ним начали жить Она захотела вот этой жизни Да, она захотела петь Правда ли Правда ли Что Ирина Круг Хотела петь На сцене Наступать А Михаил ей запрещал Правда ли, что Ирина хотела петь на сцене А Михаил Круг ей запрещал Хотела Пойду Пойду Сделаю то Сама не знаю что Репертуара еще не было Как такового Но у меня есть все задатки К тому, чтобы петь Да, действительно Задатки здесь есть Но такое ощущение Что она немножко не Додумала до конца Вот эту вот стратегию Как ей пойти Как ей на сцене быть Скажем так Не было репертуара какого-то Да, действительно хотела С одним жестом Это я побегу туда Не знаю куда Найду то Не знаю что Обязательно хочу петь Но пока не знаю что То есть вот знаете Вот такие легкие Мысли в голове Это хорошо Когда мы хотим что-то начать Когда у нас есть Творческий потенциал Все задатки Почему бы нет Да, то есть я не говорю Что это плохо Кто-то хочет стихи писать Кто-то хочет там Петь на сцене выступать Кто-то в актерское Мастерство подается Ну вот здесь действительно Были задатки Что вот задатки А она хотела петь Она любит убираться Она любит убираться Она любит готовить Она любит детей Там да Все это прекрасно Но она хочет еще Самореализоваться Как женщина Как Не только как женщина Вернее А в профессиональной сфере Вот здесь четверка мечей Говорит о том Что вот дом Быт Уборка Стирка Глажка Все прекрасно Но это меня немножко заколебало Вот голова такая садовая Да, знаете Вот дом Дом В голове только дом А хочется развиваться Как-то развития Нет никакого Но вот по ворону По отшельнику Она не думала До него О карьере певицы Но у нее были Какие-то задатки И эти задатки Они очнулись Проснулись И вот она увидела Что Михаил поет И она такая А тоже хочу запеть Ну почему бы и нет Собственно да Это нормальное желание Четверка мечей Тоже говорит о нормальном Желании женщины Помимо быта И помимо дома И детей Чем-то еще заниматься Это тоже нормально Но вот Михаил Ей не разрешал Не потому что Он был какой-то тиран А потому что Он говорил Ирине Давай подумаем Что как Она прямо хотела Бежать, рвать и метать То есть она такая Быстрая А он такой Более рациональный Вот этим они Разные еще Да Давайте теперь Про убийство Убийство Михаила Круга Заказное Или случайное Убийство Михаила Круга Покажите нам Пожалуйста Карты Убийство Михаила Круга Убийство Михаила Круга 1 июля 2002 года Заказное убийство Или случайное Заказное Случайное Судьба сыграла Злую шутку Но убийство Заказное То что скрыто Раскрыть То что скрыто Карта прозрения Вглядись В мое Лицо Вглядись В мои глаза Посмотри на меня Прозрей Услышь Девушка Открывает Завесу тайны За мглой Светит солнце А здесь наоборот За солнцем Светит луна Мгла И здесь Была какая-то тайна Кто-то Его заказал По балансу Здесь баланс Справедливость По-другому Неправильная справедливость Она здесь играет Злую шутку С человеком То есть это кармическая смерть Он должен был умереть В любом случае Убили бы его Не убили Споткнулся Упал бы Умер Дело не в этом Здесь же дело в том Как именно он умер И Там я не знаю Умереть лучше своей смертью Чем умереть От рук Кому-то И вот здесь Прозрение говорит о том Что Да действительно Оно было заказное Кто заказал Кто заказал Михаила Круга Кто заказал Убийство Михаила Круга Прошу прощения Друзья У меня карты Достаточно Достаточно Их много Большие Поэтому я так Немножко мешаю Подольше Кто заказал Михаила Круга Кто заказал Женщина заказала Ох Ирина Ирина Тут про Как мне сложно Такие карты Трактовать Почему сложно Потому что Невозможно Почему Потому что Все так хорошо Начиналось Начали за здравие Закончили за упокой Звезда Это женщина Которая была На сносях Либо которую Только недавно Родила И как раз Вот опять Эта карта Звезда Выпадает О чем-то неправильном Неправильный ребенок Ребенок не от себя А если ты узнаешь Это все Это будет Десятка мечей Удача моя Ты лучший Это удача Карта Ты лучший Называется Удача моя От меня Отвернется Здесь меркантильные цели Она любить Ты его любила До поры до времени Оказывается И все это было хорошо До поры до времени Пока не произошла Эта измена Чертовая эта измена Все подпортила Понимаете Но возможно Если бы не было Этой измены Человек предал бы Потом Впоследствии Вполне это могло Случиться Если человек Предал Вот сейчас Единожды Он предаст Возможно еще раз Хотя я верю В прощение Человека Что бы он не сделал Ну что бы он не сделал Я имею ввиду Не про убийство Здесь конечно речь Десятка мечей Это Крах Крах И начало новой жизни После которой Моя удача От меня вот так вот Убежит Как этот кролик Думала Ирина И Ирине Ирине надоело Просто надоело Слушать другого человека Она самостоятельная Она личность Она хочет развиваться Интересно Она хочет выступать На сцене А ты мне что-то Тут еще вот Прям вот В ухо мне говоришь Что мне делать Как мне быть Семерка мечей Это посмотрите Я тебе сейчас расскажу Как тебе быть Говорит Вот этот мир Я бегу покорять этот мир Но ты меня послушай Сначала Ирина Говорит Михаил Ты вот Сделаешь сейчас Опрометчивые шаги Пойдешь на сцену С каким репертуаром Ты пойдешь Ну что ты будешь делать Ну и она решилась Заказать его Страшные вещи На самом деле Такие вещи Вообще надо на закрытом канале Говорить Потому что Не знаю Много лет конечно Уже прошло И понятное дело Что это карты Что никто Всерьез возможно И не воспринимает Но поверьте мне Карты Говорят очень неправдивые вещи Порой Такие вещи О которых Которые даже подумать страшно И вот здесь Семерка кубков Это был такой Легкомысленный поступок Вот посмотрите Здесь даже птица Летит на воздушном шарике Хотя птица Должна лететь Своими крылышками Да Здесь такой сюр На карте На карте настоящий сюр Девушка на ковре Самолете У девушки Из одного уха Влетает Другой вылетает Да Ну и что Я вот тут Сейчас растеряю Свою удачу Так мне же на сцену Надо А ты мне указываешь Что мне делать Я пойду покорять мир Но ей страшно было Безумно Страшно безумно И поступок этот Какой-то Опрометчивый Дикий Она этого и хотела И не хотела Но она еще боялась Что родится ребенок И он поймет Что не от него Потому что он Так он же До всего докопается А вдруг там Он тест какой-то Сделает Еще что-то будет Да Женщина Женщина Которая с ним Жила Была Была на сносях Родила от него Не от него Вернее А в его доме Да Даже не могу Еще сказать Больше Почему Потому что Я очень люблю Уважаю творчество Михаила Круга На самом деле Слушаю его песню И с детства Слушала его песни Мне они всегда Очень нравились Шансон Несмотря на то Что я шансон Особо не слушаю Но вот именно Кругом Круга слушаю Какие-то добрые У него песни И человек был Я так понимаю Неплохой Кто заказал Понятно Кто убил Сколько было человек Кто убил Кто убил Михаила Круга Сколько их было человек Кто убил Кто убил Михаила Круга Сколько их было человек Двое Двое Как в одной команде Работали что ли Как в одной Одно дело Общее дело Одно общее дело У них Двое Двое и женщина Рядом Которая очень боялась Пытается победить Свои страхи Сила Карта сила Здесь девушка На карте Персонаж Пытается победить Свои страхи Потому что По ее руке Ползет мышь А она такая Я не думала про мышь Я не думала про мышь Это знаете Как не думай Про розового слона Ты думаешь Про розового слона И вот здесь Персонаж На карте Говорит Я не думаю про мышь Я боюсь Но я не трус Но я боюсь Вот тут девушка Как-то в сговоре Да Вот как я уже сказала И двое Двое Которые занимались Одним общим делом То есть Пентакли Одно общее дело Которое дает Свои плоды Какие-то определенные Весточку прислал Всадник мечей И еще какой-то есть Всадник мечей Который знал Когда круг будет дома Как пересылал Какую-то весточку То есть еще один Какой-то человек Который в убийстве Самом Не участвовал Который просто Да Который просто весть Принес весть Письмо написал Принес весть Девушке Девушка уже Сказала им Девушка такая Я ни при чем Я в кусты Мне очень страшно Я в кусты Я ни при чем Я как будто убегаю Куда-то Как она куда-то убегает Двое Двое было Двое человек И еще один человек Как посредник Скажем так Как посыльный И женщина Которую тоже не убивала Но Была заказчиком Скажем так Агеев Который признался Он убивал Михаила Круга Или он просто признался Александр Агеев Был в списке тех Кто виновен В смерти Круга Александр Агеев От которого как раз Рина Да Родила Вы можете верить В этот расклад Можете не верить Я как бы Знаете Я просто Ну вот что вижу От того и танцую Скажем так Да Очень хотела Правда Хотела Чтобы расклад Был хороший В этой истории Мне кажется Нет хороших А плохих Все где-то посередине Как и всегда Бывает в жизни Александр Агеев Был в списке тех Кто виновен В смерти Круга Да Тот самый Колесничий Который запряг Да У которого была Общая тайна Женщина Карта Вожделения Смотрите что выходит Вот вы знаете Вот даже Не зная карты Не будучи Тарологом Вы можете Просто все прочитать Та самая Колесница Где прошвартовала Сирина Скажем так Это ночью Муви Неправильная Которую они скрывали По справедливости По нечестной И вожделение Карта И вожделение Я был интим Тот самый мужчина Александра Гейт Он там был Да Он является Одним из убийц Скажем так Он признался Правильно Мотив преступления В связи с чем Заказали Круга Давайте еще раз Посмотрим Это просто был Вопрос отдельный Я все-таки Хочу добиться Честную тему Тут еще Несколько вопросов Мотив Преступления В связи с чем Мотив преступления В связи с чем Заказали Мы убили круга. Да. Ей было больно его терять. Давайте начнем с хорошего. Ей было правда больно его терять. Она правда не понимала, что она делает. Возможно, да, я ее сейчас не оправдываю никаким образом. Но действительно печаль ее была не наигранная. Потому что есть такое, что заказывают человека и все. И бог с тобой. Как бы слезу выдавить. А тут слезы действительно были печали, да. Но она очень боялась, что впоследствии со временем десятка это колесо фортуны, десятка это новая жизнь, десятка это зарождение новой жизни, десятка это ребенок. Что со временем он узнает. Потому что он мужчина умный, король Пентакли. Мой король Пентакли узнает, что случилось. Он откроет этот замок. Он найдет ключ, попажу в жезлов, и откроет этот замок. Он откроет эту тайну, мы с ним расстанемся, и тогда ну все, баста, да. И тогда я вообще ничего не получу, скажем так. А я королева кубков. Я должна блистать на сцене. Вот сцена почему-то, вот я вижу, что она хочет всем нравиться. Хочет петь, хочет выступать, хочет танцевать, хочет быть артисткой. А девятка кубков, это когда ты нашел что-то новое, какую-то новую любовь нашел, или у тебя было совокупление с кем-то другим, интим опять, да. Девятка кубков, это вот персонаж вылез из картины, девушка нарисованная на картине, и, скажем так, мармеладку берет, да. Это мармеладка или какая-то конфетка, вот запретный плод сладок, она к нему тянется. Вот ты узнаешь, что у меня был запретный плод. Со временем ты поймешь, что ребенок там не от себя, потому что ты мужчина умный, ты найдешь все ключи к этому замку, а я буду неудел. А я-то хочу блистать, но мне безумно печально тебя терять. Какая-то тут сама себе противоречит, знаете. Прям не знаю. Вот мотив вам, пожалуйста. Ребенок, да, самый первый, самый главный. А правда ли, что Михаил Круг не оставил наследство и денег? Мне это удивительно. Был такой человек, который, я думаю, что неплохо получал, да, дом был у него такой солидный, я не думаю, что он бедственный. А правда ли, что Михаил Круг действительно не оставил после себя никакого наследства и денег? Там якобы его хоронили всем миром, с миру по нитке, да, братки собирали там деньги. А правда ли у него не было денег? Правда ли, что Михаил Круг после себя не оставил никакого наследства? Правда ли, что Михаил Круг после себя не оставил никакого наследства? Да были, были деньги-то, были. Все пустили на сцену, да, ты лучшая, я лучшая. Я сейчас буду удивлять мир. Вот тут такое ощущение, как будто только умер, женщина сразу пошла удивлять мир, скажем так, да. Неправильно распорядилась ресурсами. Двойка мечей неправильно распорядиться ресурсами, которые у тебя есть. Две девочки, два персонажа стоят под дождем, под ливнем, без зонта. Зонт-то вроде есть, и можно вроде на голову-то натянуть. А неправильно ресурсами-то распределяем. Распределяемся. Пошла запрягать коней. Но боюсь страшно. Деньги-то были, деньги-то были. Понимаете? Как мимолетные, знаете, как туда потрачу, сюда потрачу, платье, куплю это, куплю это, куплю сюда, туда-сюда. И вот, пожалуйста. Пошла зарабатывать тоже, да. Но она хотела, хотела на сцену. Деньги-поинты после круга были. Я просто не верила, что их не было. Давайте. Такой вопрос, наверное, самый популярный и любимый у наших подписчиков. У нас уже время тут подходит к концу. Правда ли, что Ирина Круг, вернее, подписывала ли Ирина Круг договор с темными силами? У нас такой самый популярный вопрос на артистов шоу-бизнеса. Подписывала ли Ирина Круг договор с темными силами? Нет. Тут, нет, не подписывала. Здесь, как я уже сказала, человека должен кто-то провести в мир шоу-бизнеса, понимаете, да. И был тут какой-то император, который ее привел туда. Она не самостоятельно туда пришла. И по Пажу Пентакли, здесь Паша Пентакли вообще человек глупый, достаточно глупый, инфантильный. Думает о одном только дне, да. Я не могу сказать, что она глупая прям, да. Но я могу сказать, что инфантильность все-таки присутствует. И ее на тройку Пентакли, вот на эту башню, нужно взгромоздить. То есть она не самостоятельно туда поднялась, а некий император ее туда привел. Здесь не о договорах с темными силами. Здесь нет его, иначе бы она вообще блистала на всех экранах страны и была бы везде. Он как Ивлеева, как Бузова и так далее. Нет. Договора здесь нет. Но вполне возможно, что он когда-нибудь скоро случится, пожрится. Потому что в целом, в целом, человек этим не погнушается, скажем так. Есть какой-то император, есть какой-то мужчина был изначально, который ее провел к этой сцене. И она быстро поднялась. Потому что сама она не смогла бы этого сделать. Потому что ее нужно провести. Как я уже сказала, любого человека, у которого большой творческий потенциал, это еще не значит, что он пойдет и сейчас все организует. Она не организатор. Она просто стратег, который может продумать какую-то песню, там, я не знаю, еще что-то. Песня, она, по-моему, тоже не своей поет. Я не знаю, честно говоря. Но на сцену ее должны выпустить. Тут не про темный договор. И последнее несколько вопросов. Для чего сейчас Ирина Круг продвигает сына Александра на большую сцену? И хочет ли сам Александр быть на этой большой сцене? Для чего Ирина Круг? Для чего Ирина Круг сейчас продвигает сына Александра на большую сцену? Он не хочет. Я даже не задаю вопрос, хочет ли сам Александра. Я следующим хотела задать. А он не хочет. Она как будто свои какие-то амбиции, понимаете? Свои амбиции, которые не до конца, скажем так, проросли. Он не прямо особо пылает, не прямо особо желает. Вот какие-то свои амбиции. Вот когда родители, там, я не знаю, хотел быть доктором, доктором не стал. Ну, значит, станет мой ребенок. Хочет он этого или не хочет? Конечно. Я тебя слаю, я тебя всему научу. Он как будто бы вот чем-то другим, как будто бы хотел бы заняться подшельнику. Как будто бы ему то ли это надоело, то ли нелепо, как будто он, кажется, выглядит. Вот кажется, как будто он выглядит нелепо. Или его называют как-то нелепо. Вот тут такое ощущение. Хорошо, последний вопрос. Будущее Ирины Круг. Ближайший один год посмотрим отдаленное, два-три года. По одной карте буквально. Будущее Ирины Круг. Ты не знаешь, что я вас сейчас призываю и не слушать ее песни. Все, Ирина Круг плохая. Нет, мы просто раскрываем личность человека. Ну, все в жизни человека, любого человека бывает. Никого не осуждаем. Будущее Ирины Круг. Ближайший один год отдаленное, два-три года. Два-три года. Есть какие-то розовые мечты, какие-то фантазии розовые. Возможно, какой-то проект захочется сделать, но не получится. Тут планов громадье, как говорится, а не получается достигнуть того, чего хочется. Потому что очень много ветра в голове. Я еще раз говорю, не называю ее глупой. Инфантильность присутствует, она есть. Несмотря на то, что она вот так вроде разговаривает, солидно выглядит. Но вот есть вот это вот, ой, побегу туда, побегу сюда, сделаю то, не знаю что. Вот это вот есть, конечно. Отдаленные два-три года. Здесь такое ощущение, вот мужчина рядом с ней. Но мужчина как будто, как ей не то чтобы прислуживает. А мужчина как ей в рот смотрит. Вот ей нужно быть с таким мужчиной, который смотрит ей в рот. Потому что вот такие мужчины, как Михаил, который могут поставить, скажем так, на место, она таких не приемлет и не может с такими долго. Они вроде ей как очень сильно нравятся сначала. Она вроде как себя ведет так, как девочка-девочка. Но потом она выпускает свои коготки. Потому что на самом деле она не девочка-девочка далеко. А она такой, скажем так, сама хочет построить свою жизнь. И очень не любит, когда ее ограничивают в свободе. Здесь опять-таки встретят мужчину, или будет жить мужчиной. Или как будто бы даже в паре будет выступать на сцене с мужчиной. Возможно, это даже ее сын будет, да. Вот здесь вот как совместное творчество с кем-то, либо совместная жизнь с кем-то, кто слушает ее. Что она говорит ему об этом речь. Друзья мои, уже слишком много времени, аж 53 минуты практически. Я вас очень люблю. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы в комментариях. Пишите, что вы думаете об этом раскладе. Что вы думаете про Ирину. Слушайте вы ее творчество. Слушайте ли вы творчество круга. Что вы думаете вообще обо всей этой ситуации. Задавайте личные вопросы, если вам нужен личный расклад. Пожалуйста, пишите в личку или в комментариях. Я вас очень люблю. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok